В этом видео я поговорю о ряде идей, которые могут быть полезны для улучшения YouTube канала. Я извиняюсь за то, что немножко имею шумы, потому что лето, жарко, сидеть раздетым перед камерой не хочется, а одетым без кондиционера, без шума тоже тяжело. И это не такое хай-энд видео, где надо терпеть и потеть, лишь бы чтобы хорошо звучало. Так что потерпите с звуком вентилятора. Я думаю, что когда вы делаете YouTube канал, важно рассказать о чем ваш канал. Надо, наверное, подумать о том, каким тоном, как вы будете говорить, то ли это будет активный или веселый голос. Я к этому еще несколько раз вернусь в процессе этой беседы. Я думаю, что очень важно сделать хороший трейлер постепенно. Если у вас новый канал, то из тех видео, которые у вас уже есть, или создать. И время из времени его обновлять, то есть улучшать по мере того, как вы снимаете более качественный контент, его можно будет улучшать. Я думаю, что какие-то кусочки, превью, что на канале появится, важно показать. И канал желательно рекламировать теми средствами, которые у вас имеются в наличии, как друзья, social media, соседи. Бренд аккаунт, я думаю, что существенно лучше, чем обычные аккаунты, поскольку они дают возможность несколько логинов, несколько участков людей зайти. И я бы не рекомендовал бы давать свой паспорт кому-то лично. То есть иметь отдельные имейлы для каждого, если это больше, чем один человек на канале. Надо, наверное, продумать, насколько этот контент является как inspirational. Сейчас, одну секунду, я проверю. Так, все правильно. Я проверил микрофон, что не хотелось наговаривать текст, а потом окажется, что как бы весь этот текст я говорил зря. И нету, не было звука, поэтому как бы уже, что и батарейка есть на месте, и микрофон сейчас тут немножко качается. Хорошо, что на микрофоне есть дополнительные больше кабеля, и мне получилось сделать еще виток, поэтому микрофон стоит на месте, и я как бы могу говорить в него и не держать его в руках. Удобная вещь, бюджетно хороший иметь микрофон, скажем, Tendence Mike. Сейчас с каждым днем все лучше и лучше микрофоны выходят. Я могу дать пару линков на вот более-менее высококачественные и дешевые микрофоны. Да, их можно там, китай, заказать. Скажем, то, что стоит здесь в Нью-Йорке 100-200 долларов микрофон. Можно в Китае такое заказать долларов за 20-30. Да, это может быть там месяц-два надо будет подождать, но это существенная экономия для начинающего канала, когда надо много всего купить. Каждый доллар имеет ценность. Так что вначале можно, наверное, снимать над тем оборудованием, что есть, но постепенно можно докупать качественное оборудование. Просто не надо спешить, не бежать за полную цену сразу покупать. Вот мы поговорим о best practices, то есть лучшей теории для съемок контента. То есть я думаю, что надо посмотреть те каналы, которые вас inspire, которые вам нравятся. То есть взять у них какие-то, может, идеи, темы, движения, как бы шаги подсмотреть и через себя пропустить такие вот мысли. Я думаю, что надо обращать внимание на внешние факторы, вот как там звук, свет, космонизация и так далее. Но еще нужно заглянуть в себя и внутренние факторы, какой контент вы хотите создать, кто вы есть, какие у вас есть strength, то есть чем вы можете взять зрителя, в чем харизма и как сделать так, чтобы вы были протагонистом на вашем канале, а не антагонистом. Вот, вторая страница моих мыслей. Значит, я думаю, что надо подумать, какая у вас аудитория будет, что вы планируете, значит, для кого вы хотите вещать, молодая, пожилая, чем они интересуются, то есть как это сделать более, чтобы оно было импонировало им, то есть голос, которым в YouTube важны и звуки, и видео. То есть то ли у вас канал размеренный, спокойный, вы хотите уверенности, или то ли вы хотите наоборот преподнести, вот скажем, новости, тогда нужно говорить, наверное, быстро и за короткие промежутки времени много идей внести, то есть это имеет значение. Канал нужно, наверное, развить, вот надо сделать трейлер, секции канала, то есть из чего он состоит, и about section, то есть о чем этот канал. Желательно прописать, как часто вы ваше видео будете постать, длина видео, кому оно полезно, то есть какие-то полезные вещи. То есть если канал более-менее transparent и рассказывает о сути, то и, наверное, алгоритм его будет больше поднимать. Вот, то есть вы хотите две стороны, раз я оттроил слово алгоритм, то вы хотите, она ваша натуральная аудитория, которая просто придет к вам, и чтобы алгоритм, то есть вы сам по себе голову продвигал канал, и эти две вещи должны идти руку об руку вместе. То есть, ну вот как в YouTube очень звук и видео как бы важно, я думаю, что в канале желательно иметь баланс между экспериментальным вещами, которые вы делаете, и супер качественным контентом, и каждодневным контентом, то есть должно быть разбито, то есть постоянный контент, который вот, ну, зачем люди приходят на этот канал, и как бы может какие-то селебрити, знаменитости, это как бы high-end и как бы пробные что-то, что не входит в тему канала, но может быть интересной аудитории, то есть иногда можно всплескивать такие видео. Вот, если у вас есть библиотека уже контента, который вы хотите запустить на канал, хорошо иметь, потому что вы тогда можете или сразу много всего аплоудить, установить на канал, или у вас будет там каждую неделю, каждый день какое-то видео, если есть время, желание это все дело постоянно ставить. Вот, вы можете организовать канал как бы по разным темам и создать плейлист, то, что тоже помогает продвижению канала. Я думаю, что keywords на канале очень значимы, то есть подумайте, какие ключевые органические слова, если у вас там канал пройдут, то фу, там еда, то есть если у вас там про спорт, то есть какие самые важные слова важны. Вы должны апеллировать и к алгоритму, и к аудитории. Вы должны понимать механизм, как видео появляются в сурче и что делает их лучше или хуже, то есть таким образом вы улучшите качество, то, что вы производите. Вот, как бы, если вы много там воруете, там звуки или там какие-то вставки, то YouTube каким-то образом вас, канал Флаг, и он будет не только вместо того, чтобы продвигаться, наоборот, опускаться и прятать его. То есть его найти будет намного тяжелее. Вот, я полюблю на тему, как часто вы хотите ставить, и я думаю, что вот как икра, икринки, как бы, супер. Подумайте, какой контент вы можете вставить, который вас, как бы, зрителя к вам приведет. То есть люди обычно приходят на канал через одно вот видео, то есть оно должно быть таким захватывающим, чтобы люди увидели и захотели посмотреть другие, как бы, видеть. То есть все должно быть вылизано, вычищено, то есть максимально качественно. Баннер на канале тоже важен. Желательно в баннере поставить ваше имидж, лого, там, как бы, ключевую фразу, как бы девиз. То есть имидж, ну, вот этот баннер очень значимый тоже. Я думаю, что YouTube визуальное место, поэтому контрастные яркие цвета могут привлечь больше внимания. И как бы вы должны понимать отличие YouTube от других мидий, то есть, что, почему именно люди приходят на YouTube, а не на Facebook или Instagram или какую-то другую площадку и бить в этом направлении. Вот. Подумайте, какая у вас будет тактика и какая стратегия, куда вы идете с контентом. Желательно есть правило платный контент, как бы, о нем объявлять. То есть, если у вас будет платная реклама, то есть, вы должны ее disclose. Я в этом видео попробую успеть поговорить о лучших практиках, как, что помогает поставить видео правильно, аплоудить и как импонировать к органической аудитории и как развить ваши силы. То есть, то, что у вас есть, то ли у вас есть хорошее оборудование, микрофоны, камеры, то ли у вас есть что сказать, то ли у вас есть, как бы полезные советы для аудитории. Все это повлияет на, как бы, аналитику. Долгое видео или короткое видео, то есть, ты смотрят ли они его до конца, смотрят ли они после первого видео, второе видео, ваша аудитория. То есть, все это, может, надо разбить на what, when and how. Как бы, что вы хотите, фича, как бы, как вы это хотите, фича, и какая вот у вас, скажем, история, которую вы хотите рассказать. И, как бы, с помощью вот этих B-roll-ов, перебивки, как бы, добавить туда какие-то интересные картинки, добавить туда интересные звуки, то есть, которые сделают ваш контент более интертеймент приятным. Вы даже не забывайте, что YouTube – это место, как бы, развлечений, интертеймент, и, соответственно, наверное, каждое видео может наноситься, вот, как развлекать, ты контент, хотите ли вы смотреть сами такое видео или нет. Желательно рассказывать, как бы, историю. То есть, есть два типа, как бы, традиционные story arc, рассказ истории и emerging story. Вот я вам сейчас покажу, я написал, как бы, эти две в кадре. вы сделаете стоп-кадр, вы сможете прочитать, как бы, детали, но суть такая, что в традиционном, как бы, есть lead-in, то есть, как вы заходите в историю, вы потом, как бы, создаете историю building, климакс истории, как бы, самый большой revelation, самый главный момент, как бы, видео потом спускается ниже уже offer идет и брендинг в конце. Это постепенно уходит и вот emerging story arc приходит сейчас все более и более популярный и лучше работает, то есть, по крайней мере, для ютюба. То есть, наверное, нужно видео начинать на start high note, то есть, самое такое, что-то яркое, активное. Потом subtle branding clues, то есть, какие-то не ждать в конце, в конце сказать название, как называется веб-сайт и вообще, что, какой-то вар вы будете продавать, потому что многие не досмотрят до конца, а вначале немножко это дело упомянуть. Ну вот, on expect and shift, как бы, то есть, после, после, какого-то времени там, народ надоедает и хотят переключить, то есть, в этот момент нужно изменить, как бы, ну, о чем идет речь, то есть, как-то удивить аудиторию, multiple picks, то есть, вместо, скажем, одного, как бы, яркого момента, может, несколько сделать, потом, под конец народу уже хочется переключиться, поэтому, наверное, quick-up-pace, то есть, ускорить подачу материала в конце видео помогает, что человек продолжает оставаться, слушать видео, нежели уходит сети и, как бы, потом уже идет more story for those who wanted. То есть, уже, как бы, как бы, идея, там, скажем, лиминный веб-сайт или другие видео, плейлисты и так далее, то есть, дать возможность каким-то образом зацепить этого зрителя. То есть, наверно, как, я поговорю на тему, как сделать, чтобы канал быстрее рос, то есть, раздача, разрез на разные идеи, да, то есть, мы начали, коснулись, что, вот, тональности, то есть, оббит, то есть, какой должен быть стиль канала, то есть, или это будет авторитарный канал, или это комедия, или это просто рассказ правдивых историй, или это новости, скажем, быстрые такие, как бы, рассказ, или, как бы, будет ли оно на множестве платформ, то есть, как сделать заточку на YouTube канал. что нужно сделать для того, чтобы люди не уходили с вашего канала. То есть, ну, вот, как я сказал, в emerging модели надо начать с чего-то яркого, мощного, то, что привлечет сразу внимание. как бы, в обычных, скажем, в миде 3-5 секунд достаточно, чтобы увлечь аудиторию, или потерять ее. В YouTube обычно это где-то 15 секунд, чтобы поймать внимание, но не раскакивайте эти 15 секунд, потому что, если они быстро прилетят на рекламу, на какие-то такие вещи, то есть, дайте эти 15 секунд, уделите их идее, почему люди должны смотреть ваше видео. Как бы, создайте, вот, пейс, скорость видео, то есть, классные моменты у видео нужно рассчитать, которые будут прикольно смотреться, и, как бы, уделите внимание деталям, которые, как бы, сделают это видео более-менее интересным, приятным для глаза. Желательно, как бы, рассказать, это сквоз, если у вас есть спонсоры, и, как бы, довольно-таки в ранней стадии, чтобы люди понимали, это платный контент, или это просто, как бы, контент, и в конце, желательно, в какой-то момент, попросить зрителей подписаться на контент, и поставить, то есть, это разные вещи, то есть, поставить лайк, это одно, комментарий, это другое, как бы, обсудить, то есть, каждую из отделенных вещей, не просто сказать, подпишите, а почему подписаться, что вот, когда выйдет следующее видео, чтобы вы могли о нем знать, и как вы отличаетесь от других платформ, вот, как часто нужно ставить видео на YouTube, и как долго должны быть длиться видео, нет такого одного решения на все случаи жизни, то есть, как бы, это новостной канал, наверное, 20-30 раз в день надо ставить новости, BBC, CNN ставить постоянно, если это, скажем, вы рисуете мультики, то, наверное, раз в полгода, раз в год, думаю, что вы будете в день, там, 10-20 мультиков нарисовать, то есть, зависит от того, какой контент, о чем, о чем, как бы, канал, я, как бы, на моем случае ставлю, когда у меня есть контент, и не ставлю, когда у меня его нет, то есть, я это делаю, когда у меня есть свободное время, и когда у меня есть, как бы, что поставить, то есть, лишь бы ставить, ради ставить, я так не, чтобы, не поступаю, вот, то есть, новый канал, наверное, не имеют, там, каталога информации, но, тем не менее, их можно создать, и подготовиться, ну, когда, в плейлисты, загонять, то есть, в разные секции, то есть, канал может быть сразу, более-менее, организован, то есть, продуман, если, и потом, по мере того, канал растет, его можно переорганизовать, и улучшать. Если вы, как бы, что-то обещаете, аудитории, там, что видео будет, там, 10-20 минут, старайтесь держать, промат, длины, если вы обещаете, там, два раза в неделю ставить, то, наверное, животное это ставите, и алгоритмы это ловят. Вот. Да, желательно, вот, в баннере поставить, как часто вы ставите на канал, людям это будет приятно, и Google это, как бы, благотворительно рассматривает. Я думаю, что очень важно, начинающим каналам, иметь возможность, сотрудничать с другими каналами, то есть, совместный произвести, вы на кого-то контент проводите, кто-то для вас, может, совместный контент 50 на 50, или там 80-20, то есть, я думаю, что имеет значение, и не только вы, но и ваша команда, то есть, кто вам помогает, если у вас есть ресурсы, эдиторы, таланты, как бы, ну, те, кто, с вами вместе могут расти, и нам помогать вашему каналу, как бы, то есть, дружественный канал, наверное, желательно продвигать, и смотреть, что они делают, чтобы, может, учесть в вашем канале эти идеи, то есть, наверное, контент я бы разбил на help, полезный контент, то есть, который помогает, то есть, hub, который основной контент, ради чего люди приходят на на ваш, на ваш, на ваш, вот это, канал, как бы, hero, то есть, те видео, которые вы произвели, которые вы вложили, очень много сил, внимания, и они достойны того, чтобы, блях, каждую секунду, каждый звук, был вылезан, вытечен, то есть, качественно сделан, контент, то есть, да, то есть, качественный контент, наверное, и, как долго должны быть видео, они, то есть, какие-то видео могут быть очень длинные, скажем, и какие-то очень короткие, то есть, обычно, внимание у людей небольшое, то есть, я и ставил, и 30-секундные видео, тик-так, 15 секунд, и обычно для ютуба стандартных контент, где-то 10-15 минут, нормально, то есть, у меня есть видео, где я ехал из Нью-Йорка в Торонто, и на автобусе, и дорога заняла, в итоге, в одну сторону 12 часов, и вот, у меня камера стояла беспрерывно, все это дело снимала, и тем не менее, вот, я смотрю, что есть люди, которые спорят, вот эти часами, эту дорогу, просто, так что, нет такого одного решения, что только так, и никак иначе, если там пьесу вы снимаете, эта пьеса длится полтора часа, то, наверное, нужно все полтора часа оставить, или разбивать на серии, я думаю, что вот, надо внимательно обсуждать, и продумывать аналитику, как бы результаты вашего шоу, то есть, поставить в трейлер, наверное, и в конце можно какой-то, рекап поставить, ваше видео, оно тоже, ну, как бы, как самарайз, о чем вообще видео было, то есть, как бы, конденсированные результаты, и на гранд-финалу нужно что-нибудь такое яркое поставить, чтобы было запоминающееся, как, знаете, часто говорят, запоминать самые первые секунды и самые последние, то есть, наверное, надо подумать, что вы можете сделать, чтобы эти первые и последние секунды были значимые. Я думаю, что надо подумать еще, что вы хотите избежать, то есть, compliance, то есть, вы хотите создать, эмоции показать, и человечность, все, но, как бы, YouTube не должен вам вредить, то есть, чего вы хотите избежать на вашем канале, о чем вы хотите, не говорите, что вы хотите, чтобы осталось за кадром, то ли это детский контент, то ли это, ну, как бы, слишком сексуальный контент, то есть, грубости, то есть, или какие-то вещи, которые могут вам помешать в других аспектах вашей жизни. Я думаю, что очень важно иметь такую захватывающую персоналу, то есть, быть интересным на камере, вам нужно все время, как бы, строить новые навыки, то есть, вот за, там, время пандемии, я научился ряд вещей делать в эдитинге, в обработке звука, в видео, то есть, так я раньше не умел, то есть, имею немножко времени, нужно все время, я думаю, расти, то есть, чтобы осваивать новые техники, новые стили, новые мысли, то есть, оно может помочь расти канал. Наверное, посмотреть, что наиболее люди ищут на интернете, на ютюбе, то, что трендуется, то, что, как бы, в данный момент интересно, и это нужно, я не говорю, что этим, только этим нужно руководствоваться, но это нужно учитывать, то есть, это может быть полезно в том плане, как построить, о чем снимать, и как это назвать, то есть, это может быть полезно. Ну, и как бы, настройщиться с каналами, которые не, или в вашем круге, или не в вашем круге, тоже очень полезно, поскольку вы можете научиться вещам, которые для вас неестественны, и они могут быть каким-то образом применены в вашей среде. Желательно работать с талантливыми людьми, то есть, люди, которые имеют креативное мышление, которые могут вам подсказать хорошую идею. Нормальная вещь, задавать вопросы вашей аудитории, и получать комментарии, и как бы бороться за монетизацию, то есть, для монетизации нужно 1000 подписчиков, 4000 часов просмотров за 6 месяцев, или за полгода, посмотреть точные климансы, климансы и активно, это как бы AdSense email аккаунт. Как бы если у вас эти параметры есть, то вы сможете монетизировать ваш канал. Как бы оптимизация апплоуда значима, titles очень важны, то есть, желательно в titles можно поставить 3, максимум 3 хэштега можно поставить вначале, которые будут читаться YouTube, как бы о чем вообще это видео, и триггеры, которые заставят это видео посмотреть. Наверное, название вашего бренда, и ключевые слова нужно туда вставить. Слева более ценные слова, справа менее ценные слова в названии я бы ставил, и апеллировать человечеству к эмоциям человека, нежели к расчету. Желательно, чтобы то, что вы хотите сказать, было очень четко, понятно, не завуалировано, то есть оно может быть сложной, идеи мало дают результат, то есть обычно нужно это дело упрощать, стримлайн, как бы делать, дать человеку хорошую причину, почему надо на это видео нажать, не проскочить, то есть как бы классе, ну вот как бы, думаю, что канал нужно хорошо кастоматизировать под себя, вот, и как бы нужно четко отвечать на, когда аплодируешь видео для детей, это или не для детей контент, то есть для детей это контент, который по-другому контролируется, и если ваше видео в этом случае рассчитано на аудиторию детскую, чтобы дети смотрели, то тогда вы должны это как поставить, как детское, если же аудитория, которую вы планируете, будет смотреть там взрослой, или не связано с детьми, то конечно это больше можно комментариев, больше всего можно получить, вот, то есть, там, хорошее название, скажем там, 10 примеров, как там построить YouTube канал, там 10 идей, то есть такие вещи люди с легкостью, легче смотрят, чем другие названия, скажем, Sesame Street, является хорошим примером хорошего канала, я бы сказал, вот, комментарии, рейтинги, то есть это все, как бы, значимо, канал хорошо отвечает на комментарии, то есть, дает возможность engage им оставаться, то есть они чувствуют себя, значимый супер чат, как бы, позволяет live чат, возможность, вот, для live interaction, тоже важна, конечно, если не без модерации, комментариев, то есть ничего плохого, я думаю, что услышу не оставлять, и, может оставить, какой-то момент, комментарий, hold on review, чтобы, оно не, больше, вреда не было, чем польза от них, вот, так, вот, следующая страничка, уже скоро заканчиваем, монетизация, вот, ну, как бы, немножко коснулись, монетизация, вы можете, кроме монетизации, наверное, рекламные посты ставить, как-то, что-то еще, ну, как бы, чтобы, контрол работал, как пример вашего портфолио, что вы будете делать, в канале, в канале, очень важно, доверие, то есть, что вам доверяли, то есть, вы будете взять, скажем, ваших там друзей, знакомых, сделать из них, там, скажем, фокус-группы, и показать им, до того, как вы что-то будете, публиковать точно так, что они скажут, как это дело улучшить, вот, end screens, тоже значимый, вы знаете, последние 15 секунд, имеет точное значение, и не забывайте ставить, subscribe link, или промоут, как бы, ваши другие каналы, то есть, или олей с одного канала на другой, то есть, вот эти вот вещи, тоже в конце очень важны, то есть, мы в отдельном видео, наверное, поговорим еще, cards, impressions, click through, как бы, watch time, то есть, все эти вещи, наверное, я в отдельном видео еще буду освещу, то есть, мы чуть больше коснемся деталей, как оптимизировать for discovery, как бы, ну, вы много информации можете найти, на таких местах и ресурсах, как creator academy, grow with google, think google, то есть, где-то, вы будете понимать, как сделать так, чтобы хотя бы 60% вашего видео, народ смотрел, как бы, до конца, ну, то есть, и мы поговорим, как добиться большего количества лайков, как добиться большего количества, чтобы люди шерили ваше видео, тоже отдельная тема, и комментарии, то есть, это три все отдельные, задачи лайки, share и comments, они все работают вместе, но каждый, каждый имеет свои нюансы, plug through, ну, то есть, надо подумать, откуда трафик приходит, и как этим трафиком распределиться, то есть, то ли это органический search, то ли это ваши знакомые, то есть, то ли это с каких-то площадок вам приходит, то есть, вы должны понимать, откуда вас смотрят, кубы, вот, наверное, в следующем видео я сделаю 20 идей, как сделать это видео, и так, Isto, owing, да, и�е, да, ничего, что да,